Доброе утро! Доброе утро! По моему мнению, там вполне... То есть мятные, ромашковые, цветочные, это пока можно покупать без опасений, что где-то какая-то подделка? Думаю, да, но внимательно, конечно, смотреть на упаковку, она должна быть приличной, должна быть полная маркировка, должны быть соответствующие знаки, например, знаки добровольной сертификации, знаки системы менеджмента качества могут стоять, ну и, конечно же, знак ЕАС. А вообще, каким требованиям должен отвечать чай? Хороший, вкусный, качественный чай? По показателям безопасности чай должен отвечать требованиям технического регламента, но потребителя это не сильно волнует, это волнует профессионалов. Что касается качества, то на чай у нас действуют ГОСТы, на чай зеленый у нас все еще действует ГОСТ 90-го года, по которому он делится на 5 сортов, букет, высший, первый, второй и третий. Что касается черного чая, то на него ГОСТ заменен на более свежий и там, к сожалению, ну, так решили, черный чай на сорта не делится. То есть просто черный чай. В выборе зеленого, получается, ошибиться будет сложнее. Производитель обязан указывать, какой сорт чая он предлагает. Если производитель изготавливает свой продукт по ГОСТу, то обязан. Если же он изготавливает их по своим техническим условиям, то, конечно же, там не будет этих указаний. Идем к информации, которая должна быть указана на упаковке, да, таким образом. То есть если мы видим слово ГОСТ из сорта, применительно к зеленому чаю, значит, уже больше доверия этому производителю или нет? На что самым главным образом нужно обращать внимание, читая всю информацию? Вы знаете, я бы скорее даже не на маркировку смотрела, а на качество самого продукта, потому что написать, как говорится, несложно. Хорошо, когда производитель позволяет нам оценить качество чая еще до покупки. То есть используется прозрачная упаковка, либо окошечки в упаковке чая. Вот здесь мы с вами уже видим, какой продукт из себя. Что мы должны увидеть в окошечках? В окошечке мы должны увидеть ровный, однородный, хорошо скрученный продукт. Однородный имеется в виду как раз размер листьев, имеется в виду цвет. Если вы покупаете черный чай, то листики должны быть исключительно черного цвета. То есть не допускаются оттенки ржавчины, бурые оттенки, коричневые и так далее. Все это уже будет говорить о более низкокачественном чае. Что касается зеленого чая, то здесь у нас возможны все оттенки зеленого, но именно зеленого. Если вы видите какие-то коричневые, белесые, серые включения, то это уже опять же говорит о низкокачественном продукте. Мы все торопимся. И поэтому пакетированный чай, мне кажется, один из лидеров продаж. Вот в этом отношении как не ошибиться? Вы знаете, вряд ли вы в пакетиках купите высококачественный чай. Здесь просто включаются законы экономики. Но производителю просто-напросто невыгодно высококачественный продукт измельчать и упаковывать в чайные пакетики. Поэтому в поздавляющем большинстве случаев это будут низкосортные чаи. Но в принципе, а что в этом страшного? Ну, от цены зависит качество чая именно в пакетиках? Потому что есть же совсем дешевый, есть тот, что позиционирует себя как премиум бренд. Безусловно. Но вы знаете, себестоимость может складываться не только из самого продукта. Здесь ведь у нас и упаковка может роль сыграть. Дешевые чаи, они упакованы более простым способом. Пакетики у них бумажные. Если мы с вами покупаем чай более дорогой, то у нас и упаковка будет другая, и пакетики могут быть даже тканевые. И это тоже будет входить в себестоимость. Просто надо пробовать. Методом проб и ошибок, как и никак иначе, выбираем любимый чай. Скажите, пожалуйста, в завершении нашего разговора, по вашим наблюдениям, вот именно производители, вот мы нашли своего производителя, какое количество лет он сохраняет высокий уровень своего продукта, а потом, ну вот как мы в начале беседы с вами говорили, вывели на рынок замечательный продукт, а спустя какое-то время качество снижается. Честно говоря, затрудняюсь ответить на такой вопрос, это зависит от конкретного производителя, а насколько он дорожит своей репутацией. Вот не могу здесь никаких рецептов вам, к сожалению, сказать. Ну, в любом случае, опираясь на ваши советы, будем теперь выбирать хотя бы такую листовую чай, без пакетиков, а все остальное, да. И вообще производитель, когда нам дает возможность его увидеть, повторяюсь, вот с помощью различных видов упаковки, это значит, что он не стесняется качества своего чая. Я бы посоветовала выбирать именно такие чаи, которые видно, и не лениться заваривать. Спасибо вам большое, вам желаю отличного понедельника и хорошей недели. А вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Писарева, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Российского экономического университета имени Плеханова. С рекомендацией, пожалуйста, пусть вы дорожите своим временем, но еще больше дорожите здоровьем и удовольствием. Выбирайте хороший чай и, конечно же, утром наслаждайтесь им в полной мере. Продолжение следует...